Привет всем, это будет новостной дайджест по Lineage 2, нашей любимой игре, и новости я буду брать с сайта Lineage2.cc, это не реклама, если что, просто другого портала, где так часто полигают новости, я просто не нашел. И самая важная вещь, ребят, если вы хотите получить кодики на расходку, да-да, мне их выдали, то я хочу их разыграть среди вас. Все, что вам нужно, поставить лайк, подписаться на канал и написать под этим видео, в комментарии, ссылочку, именно ссылочку, не какой-то айди там сраный, да, а именно ссылочку на ваш социальный профиль. Это может быть в фейсбук, либо вконтакте, ну ладно, я еще принимаю дискорд на самом деле, но если в дискорде какие-то проблемы, я вас не могу найти, то сорян. Иногда бывает в дискорде по 10 одинаковых имен. Так что, розыгрыш на расходочку, перед, в честь нового года и дня рождения Lineage, они там выдали мне кучу промокодов, поэтому, ну, примерно два видео подряд я буду разыгрывать эти промокоды. В конце следующего ролика будет результат. И второе, второе объявление, при чем я начну этот новостной дайджест, очень крутой, где я просто зачитаю вам новости. Честно говоря, я делал это видео, признаюсь честно, только ради того, чтобы разыграть среди вас кодики, поэтому, ну, не надо воспринимать как какой-то... Просто включите себе на фон, идите там кушать картошечку с селедкой там, ну, или кто что любит, салатик новогодний, да. Второе объявление, если вы только что зашли в игру, или бы вы давно не играли, решили просто послушать новости, и вы хотите вернуться в игру, то есть сейчас лучшее время, возвращайтесь в игру, обязательно, по моей реферальной ссылочке в описании. Это даст вам кучу бонусов. Это даст вам шляпочку с бесконечным БСО, свиточки на опыт, которые вы можете потратить на прокачку персонажа, и, по-моему, если не ошибаюсь, там и нового до сих пор еще дает вернувшимся игрокам какие-то подарки. Но это не факт. Но факт в том, что по моей ссылочке, если вы скачаете игру, либо зарегистрируете аккаунт, то вы сможете получить эти бонусы. Итак, две минуты видео и ваше время я уже потратил, давайте зачитывать новости, которые я для вас нашел. Первое и самая интересная новость. Количество проведенных трансферов минувший вторник. И здесь примерную аналитику портал свою какую-то выдвинул, хотя я не знаю, как они считали этих персонажей, честно говоря, но я насчитал здесь по минимальному значению 225 персонажей. Теперь умножаем на 500 рублей каждый, и мы получаем 112 500 рублей заработало иного на трансферах только за один вторник. И опять же, я не знаю, как подсчеты эти велись. Давайте Черри, прошел очередной трансфер, персонаж Лиот поделился данным во время стрима, пока проходили же недельные профилактические работы. Ого, то есть он данными сам поделился, но тогда, тогда мне кажется, эти данные в какой-то, знаете, степени вероятности все-таки принижены. Потому что я не думаю, что все будут делиться полными данными, но если они точны, то мы видим, что иного заработала 112 500 рублей только на трансферах за один, ну, то есть за вторник. По-моему, это великолепно. То есть сразу кажется все понятным и расставляется по своим местам. Понимаете, еще очень велика доля вероятности в том, что люди, которые, например, например, с Черри, а я вам где-то в конце поговорим об этом, с Черри или с Гингера, попали на Азур, они с большой долей вероятности вернутся обратно. То есть в следующий вторник еще 500 рублей капнет. Я не против такого бизнеса, но теперь как бы мне становится понятно, зачем вообще вот эту дресню было придумывать с трансферами. Потому что я считаю, что трансферы это очень плохая идея, ведь тут даже две звезды этой новости стоит. То есть, ну, люди крайне негодуют и недовольны. Во-первых, люди уходят с серверов, и сервера становятся пустыми. Во-вторых, люди приходят, сильные игроки приходят попинать уже имеющиеся сайды. И третье, самое, что мне не нравится, это межсерверная торговля. То есть, к примеру, Акадски держали весь, все время боссов, именно локальных на сервере, чтобы не дать выбить масухи типа Адский Огонь там, да, типа Адский Огонь, по сути, это все ДКшкам, которые играют в оппозиции, а их там очень много, 7 штук. И они все это время душили, душили, душили оппозицию, то есть бились, не давали, и это и была цель, не давать фармить именно боссов, которые находятся на сервере. Не в межсерверке, не в луа, а на сервере. И какой смысл в этом всем, если те, кто играет с оппозицией вместе в луа, то есть союзники оппозиции, могут выбить у себя на гингере или на черри и принести, соответственно, там, извините меня в руках, там, да, хотел сказать, в зубах, принести, значит, оппозиции дать эту книгу. Именно поэтому, мне кажется, сейчас на Зуре оппозиция даже не рыпается, ничего не фармит. Там есть много богатых и довольно успешных людей, донатеров, шейхов, которым, ну, не очень интересно это ДКП фармить, обычно шейхи не ходят на ДКП фармить, поэтому там они сидят, просто качаются и ждут, пока им с гингера, либо с черри принесут эту самую массуху. Вот что такое трансфер и как он засрал игру. Оппозиция сидит и ждет, пока их союзники на других серверах просто фармят, фрифармят РБ и приносят им в зубах необходимые скиллы. В чем смысл тогда вообще быть доминирующим сайдом и душить сервер, я не понимаю. Это просто напрочь отбивает какое-либо желание доминации, если вам все равно, если ваши вары все равно получат эти массухи и будут вас уничтожать. Вот такие вот у меня мысли по поводу трансфера. Зачем это было сделано? Ну, понятно, 112 500 рублей получить за один день, а это, я вам скажу, еще не первый день трансферов, до этого были до этого, но я думаю, там около миллиона они подняли только на трансферах. Ну, что я могу сказать? Поздравляю, там ПКшники тпшутся, там тпшутся некоторые кланы. На Дамаске сейчас, посмотрите, какой бешеный трансфер, потому что туда очень много тпшут у нас людей, там сейчас самая заруба происходит. Минувший вторник 1 декабря, опять же это 1 декабря, сейчас у нас 18 декабря, я записываю это видео, да. Прошло еще 2 или 2 или 3 трансфера, то есть вы должны понимать, что очень много, очень много трансферов произошло за это время. Если посмотреть на Гингере, например, ладно, давайте эту новость сюда уже запихаем. С Гингера и с Черри очень много персонажей, сильных персонажей, тпш у нас на Азуре и целую неделю душили тех самых Акацки и удержания Гриши, про которые я вам рассказывал, про доминационный сайт. Вместе с Wild Division, вместе с Гошей и вместе с Фишером и кланом Мэтт Про, они, ну там, по сути, Кайтик и Соус забежали вдвоем 2 90-х уровня, и Кайтик просто Масухи всех срубал. Тогда, например, у доминирующих сайдов, ну, просто нет сильных ДК, да, есть один Зейфакер там и Газпром без трансформы. Ну, как противостоять, непонятно, когда там играет против тебя 10 ДК уже. У одного из них, даже у троих есть Масухи, у одного из них есть Адский Огонь. Там просто взрывалось все, по КД шансов было ноль, тем не менее, чуваки сначала воевали первые дни, я смотрел на стримах, потом просто, ну, просто и пропали, испарились, их было не видно. Ну, понятно, зачем тратить, зачем тратить огромные ресурсы, когда, ну, просто забежали супер-донатеры какие-то. Ну, Соус, по-моему, вообще не играет, там какой-то CD-драйвер, который отыгрывает. Кстати говоря, не очень-то и круто за Соусы, да, без негатива, чувак, без обид, ну, слабовато. Соус, по-моему, сам играл покруче, да, на своем дестре. Так вот, и вторая заруба сейчас происходит на Дамаске, туда тпшнулась отряд консула, значит, который пытается завоевать сервер, но я вам скажу, что терроры и апокалы очень круто отбиваются и до сих пор фармят, да. И я, например, смотрел стрим, где Витя Гоудес говорил, типа, угрожающе говорил, без негативок Витя Гоудес, всегда смотрел стримы, классный чел, угрожающе говорил, типа, давайте я к вам на Дамаскус тпшнусь, но пообещайте, что вы там не разбежитесь и не будете сидеть в городе. Ну, Витя Гоудес, у меня есть новость, там есть NF, который, как бы, ничем не уступает Гоудесу, и они отлично с ним воюют. Поэтому я думаю, что если Витя Гоудес прибежит на Дамаскус, я думаю, что... Вообще, мне кажется, что ход конем было бы, узнай, инсайт какой-нибудь стопроцентный, что на Дамаскус прилетит кто-нибудь из варов, либо там на Азур, просто взять, собраться и прилететь в противоположную сторону, и подраться без этих топ-сильных игроков, которые улетели завоевывать Дамаскус. Просто выбить консула, например, из его же сервера. Либо улететь с Азурия, Акацики и удержания Гриши, всеми, кто может, на Гингеры просто выбить там Ханов, или улететь на Черри и выбить там... Я не знаю, как они называются. Короче, там, где Юра Миллион, главный чел. Вот. Просто ходят конем, взять и переиграть игроков, просто взять ТПшницы в обратку, я думаю, там просто охренели бы, заскулили бы, ТПшнулись бы обратно, а вы бы обратно ТПшницы в свои сервера. То есть, ну опять же, ну это стоит денег, и хотите ли вы платить инове вот за то, что они придумали, так, ну, выбор ваш. Как бы 500 рублей для людей, которые тратят, наверное, в неделю по 500, по 1000 рублей просто на вставание на монеты, я думаю, они где-то найдутся. Поэтому довольно интересная острота, не знаю, почему ее особо никто не пользуется, но это было бы просто имбануто, если бы люди реально договорились. Ну, вы представляете, какой это был бы... Блин, когда в суде есть такое слово. Претендент. Если бы просто они взяли и ТПшнулись в обратку, когда все короперсонажи ТПшнулись на Азур, Азур ТПшнулся в обратку, например, на Черри или Гингер, и просто вышвырнули те номинационы. Я думаю, там был бы такой бы хаос и переполох. То же самое, если бы Дамаск сделал, и просто улетел бы Консул. Собрали бы все силы, втихаря бы провели бы эту операцию, и просто улетели бы Консул на Сильвер. Там было бы мега заруба просто. И, ребята, у меня, опять же, никого негатива у меня нет никому. Я вообще не играю ни за кого. То есть, у меня есть только любовь ко всем. И больше всех любви, конечно же, к Юрию у Morning Light Усики. Привет, Юр, спасибо, что не смотришь мои видео. Так вот. Это было бы просто имбово. Мне кажется, было бы суперинтересно. Ну, сейчас все самые основные баталии происходят на Дамаске. И все. С Азуре, эти самые короперсонажи, Соуса и Кайтика улетели. Может быть, кто-то там еще остался, где-то там бегает непонятно где. Ну, я думаю, что на Азуре и так ситуация... Мне что-то подсказывает, что поменяется. У Акадски и удержания Гриши есть только пару серьезно сильных и настроенных персонажей. Их можно засчитать по пальцам. Это самый сильный, наверное, Черепай, который действительно переворачивает. Тогда, как, например, у Матпро и Валд Дивижн, там есть Аль Чечена, есть тот же Фишер, Хуами, Ник Хуэмай. Потом есть Омин, тоже неслабый ДК. Короче, там куча ДК, там 7 ДК с трансформами, по-моему, бегает. Ну, понятное дело, все неслабые, где бы они еще надо были с трансформами, да. Ну, то есть, в перспективе, когда у них появится вторая Масуха, когда им принесут там в зубах с других серваков, да, вот, пожалуйста, вам Масухи, то, ну, все произойдет, мне кажется, в несколько дней будет. Просто бух-бух-бух-бух-бух-бух, везде будут взрывы этих Масух и конец. Все, что сейчас делает оппозиция на Азуре, делает, как мне кажется, правильно, не просирает ресурсы на файтах, а просто выкачивается долгожданно 90 уровень, потому что в той отлично стоят ДКшки и отлично фармят себе свои уровни. Без проблем. Обычно стоят на Ангелах, фармят уровни, им даже пасека эта не нужна. Поэтому я думаю, что скоро ситуация очень изменится на этих серверах. Вот такие вот у меня были предикшены, вот такие вот новости по поводу трансферов и серверов. Давайте остальное же почитаем, что есть вообще... Какие еще есть новости? Как будут выглядеть новые ледяные доспехи? Сегодня 16 декабря в корейской версии Ленэйш 2 Эссенс. А, 16 декабря 2012 года. Но, ребят, вы должны понимать, что этих доспехов не будет у нас. Слушайте внимательно. Алиот сказал, что в наш январьское обновление войдет все до середины ноября. Если это вышло 16 декабря, то их не будет у нас с новыми обновлениями. Вы чем вообще слушаете? Не будет у нас тех ледяных в этих обновлениях. А тут где-то они написали ошибочно, кстати говоря, если я не ошибаюсь, что эти вещи войдут в... Так, как будет выглядеть новая ледяная доспеха? 16 декабря выходит новое обновление, где будут добавлены... Предлагаем знакомиться за информацию благодаря Морама. Хорошо, они это не написали. Супер. Хорошо, что они это не написали. Потому что многие могут подумать, что мы с обновой увидим эти ледяные доспехи. Мы их не увидим. Мы их увидим только со следующей обновой. Понимаете? В этой обнове их не будет, потому что в эту обнову, читайте внимательно, будет входить все, что входит по ноябрь. То, что в Корее было по ноябрь. И то по середине ноября, по-моему, если не ошибаюсь. Точную дату я не помню. Давайте посмотрим. Итак, ашный меч. 276 дает по атаке. 151. Удар с осками 8%. 8.00 это удар с осками, что ли? Так, я не вижу удар с осками, но я не верю, что 8.00. По-моему, 8.00 это не удар с осками, это что-то другое, какое-то другое значение. 12.00, да, это не удар с осками. Удар с осками никакой, потому что он не заточенный. Ну, я и дурик. Так вот, ледяной меч выглядит охренительно. Особенно, учитывая тот факт, что я играю на светлом ДК, он ледяной чел, у меня не к лед еще, поэтому, ну, это было бы просто охрененно увидеть на себе. Но это будет самый топовый меч, то есть он будет даже топовый, наверное, меч Азакина. Наверное, мне так кажется. К сожалению, обрезан скрин, и не видно, какие дополнительные эффекты он дает, но вот здесь вот видите, какие-то строчки написаны, то есть что-то дополнительно дает. Наконец-то они сделают новые дуалы для Гладов и БД, потому что, ну, это невозможно. Когда уже эпичное оружие? Сколько лет Линейджу неужели нельзя было добавить эпичное оружие для копищиков и для дуалистов? Ну, это просто бред какой-то. Наконец-то хоть что-то появится. Так, ну, здесь, конечно, халтура, если вы помните, по-моему, Икара, по-моему, Даггер называется, Икар, если я не ошибаюсь, такой был в хай-фай. Вот это он, собственно, и есть, по-моему, либо Фринты, я не помню, как он называется тот Даггер, который очень похож на этот, просто ледочком его. То есть они использовали старые текстуры, но просто обложили их полигонами, да, в виде вот этого льда. Ну, выглядит неплохо, то есть и вот это выглядит неплохо. Двуручный меч, который на Берсе очень смачно смотрится. Рапира, как рапира выглядит. Вообще все рапиры выглядят скучно, я вам скажу. Нет никакой рапира, у которой вылазили бы какие-нибудь по бокам, не знаю, штуки прикольные. То есть они все какие-то, ну, просто иголочки такие. Но топор выглядит не так себе, похож на Баркель, если честно, просто замороженный Баркель. Пика. Пика выглядит необычно, она больше выглядит как Став. Я забыл лоуашный, двуручный магический, этот, двуручный магический посох. Вот она выглядит примерно так же, просто с заостренными концами. Но она выглядит, ну, просто норм. Слава богу, что добавили новую пику. Вот лук выглядит эпично, по моему мнению. Все, что я говорю дальше, это мое мнение. Эпично выглядит лук, очень красиво. Да, да, смотрите, кстати говоря, когда ты навышь на вещь, здесь даже вот сбоку появилась картиночка, такая отрисовочка вот этого оружия, на котором ты навышь. Ну, слушайте, это великолепно, выглядит просто красиво. Ничего себе, вот кастеты выглядят зачетно. Вот кастеты, по мне, выглядят, мне кажется, они будут замедлять, либо что-то типа того делать. Одноручный магический посох, если я не ошибаюсь, он выглядит очень красиво. Что это? Двуручный посох выглядит как пика, как агрейт пика, то есть, ну, я забыл, как он называется. И что это у нас, еще один двуручный меч? Не понял. А, то был древний меч, а это просто двуручный меч. Ну, двуручный меч выглядит тоже неплохо, две сосулечки и сосульные пистолеты. Дальше у нас символ, кстати говоря, символ и щит добавили. Символ выглядит, ну, просто нормально. И щит выглядит, да, красиво, нормально. Я надеюсь, что со всеми шейдерами он будет как-то отражаться, будут какие-то красивые отражения у него, он будет выглядеть еще с ног сшибательно. Ну, слушайте, как к светлому ДК, который играет с ником Лед, я думаю, что вот это будет великолепно. То есть, мне это будет очень красиво. Пока до конца неизвестно, какие эффекты они дают, возможно, у Арама где-то написано, я просто не прочитал. Слушайте, что мешает нажать? Если это на YouTube ссылка, то я не буду это смотреть, просто потому что, так, это 4R4M, и давайте посмотрим с его сайта, что здесь написано. Опять же, спасибо за ссылочку, за информацию 4R4M. Здесь тоже никакой информации особой нету, к сожалению, да, но хотелось бы, чтобы она была более подробной. Итак, буду закрывать старые новости. Игрок получил с купона 11-е Б-оружие. Это максимальное Б-оружие, которое я знаю на своей памяти. Мне говорили, что кто-то получил 15-е, 16-е, ну что вы заливаете? Пожалуйста, делайте скриншот, мне не верится. Получено, плюс 11, цестус, биллиона запечатано. То есть, ну, очевидно, да, что запечатано, ты просто не передашь. Хотя, скриншот тоже можно поделать. Блин, жалко, что нету никакого видео, типа, или какой-то более пруфной информации. Но, я верю, наверное, так и есть. И это охренительно, потому что шанс получить 11-е, но вы сами понимаете, насколько малюсенький, особенно если это малютка-новичок, то Бальдр, Бальдр будет весьма счастлив. Где он, кстати, играет? На Гингере. Поздравляем его, клан Р-59 может гордиться своим игроком, но дальше, что с ним случилось, это вообще имба. Он взял их и заточил на 16. Игрок получил с купоном плюс 1-е Б-оружие, заточил на 16. И это просто охрененно. Ну, он здесь уже подтянулся, такой вырос, знаете, наверное, уже уровень получил. Ну, символ все тот же валяется. Так вот, 16-е вот эти цестусы дают так же, как, чтобы вы понимали, 11.20, 11.20 процентов урона сосками. Это просто какая-то имба. То есть, бэшное оружие на 16 по соскам такое же мощное, как 8-е ашное. Это просто охрененно. Единственное, что физатаки не будет так много, но урон по соскам тоже решает и в некоторых случаях очень сильно. Например, возьмем тех же оверов. Так вот, поздравляю, чувак, ну, серьезно, сначала 11-е, то есть, сначала ты сделал какой-то невероятный мув, а потом ты еще заточил на 16, как у тебя яиц хватило, я не знаю, у меня на 16 вообще ничего не заточилось. А на гингере же игрок заточил рука Кабрио на 8, тоже поздравляем, не вижу ник, сами найдете, в общем, поздравляем тебя, отметим, что версия стена с оружием и светится красным цветом, ну, спасибо. Ну, вот это вот намного круче, мне кажется, то есть, взять, заточить на 16, ну, нет, опять же, вы можете понять неправильно, заточить на 8, это аж на оружие просто супер МБА, потому что это нереально сложно. Ну, блин, малютка взял, заточил на 16, мне кажется, он вообще ни о чем не парился, и то, что я увидел, что он по соскам дает столько же, сколько 8 оружия, но мне аж захотелось точить бэшное оружие на 16, если честно, ну, понятное дело, что там заточки стоят очень дорого, но, блин, мне кажется, шансов для обычного нищеброда, типа меня, гораздо больше заточить на 16 бэшное оружие, нежели, чем на 8 ашное. Единственное, что запечатанное, но их не передаст, придется дожить прям за кауну, вы это не слышали, это запрещено. Давайте закроем это все дело. Хотел сделать кольцо ядра, получил баюма, вот это я не очень понял. Так, сегодня, 10 декабря, на серый гингер игрок хотел сделать кольцо ядра, играть за профессию, игрок рассказал, что из двух коробок получил печать герана на 5 попыток создания кольца ядра. Они ему были нужны для заточек эпической бижутерии. Чего? Кольцо ядра, 5 попыток? Он хотел кольцо ядра для заточки эпической бижутерии, там же шанс 20% обмена, типа зачем? Лучше делай АК. У АК 50%, у кольцо ядра 20, чувак. Ты даже если скрафтишь 5 штук, не факт, что тебе хоть одна точка выпадет. Ну, короче, это странная ситуация. Странная, конечно, логика. Из 5 попыток удалось сделать только одно кольцо ядра и один фрагмент аксессуара босса. Откуда удалось заполучить кольцо баюма? Вот это, конечно, халява. Мне с фрагментов падало ничего, Мелисса. Таким образом, за 2 коробки игрок получил кольцо ядра и кольцо баюма. Также Ластон добавил, что позавчера делал 7 попыток получения кольцо баюма, но все безуспешно. Ну, так всегда. Где-то повезло, где-то не повезло. То есть, так вот работает жизнь. Поздравляем, классная новость. Заточка жереля фринтеза 4 на плюс 5 на сервере черри. А чел Макфир взял у своего сопартийца, значит, чувака, какого-то Тони, он называет, не знаю, как его зовут. В общем, Тони и заточил, по-моему, точил на стриме, сидел 4 фринту, или, а нет, Тони без стрима сделал 4 фринту и они решили, в общем, пострадать дуростью и заточить ее на 5. Почему дуростью пострадать, я вам объясню. Игрок оценивает данную потерю в 1600 коробок. Ну, может оценить, во сколько хочет. Я могу оценить, например, потерю своего второго, ой, четвертого Агатиона в 50 тысяч коробок, но, блин, кто готов купить? То есть, по мне, цена формируется на рынке только с покупательной способностью людей. То есть, кто готов купить за 1600 вот реально четвертую фринту? Покажите человеку, тыкните пальцем. Если не кто, то вы можете ставить себе на четвертую фринту цену хоть 2 миллиарда Адена, то есть, 2 миллиарда коробок. Понимаете, то есть, та цена, то есть, опять же, как оцениваются картины, типа Монолизы, да, там вот этой вот. Почему у нее цена 100 там, я не знаю, чем-то миллионов долларов, да, или сколько она стоит, не знаю, может, сексиллион? Потому что кто-то готов за нее заплатить 100 чем-то миллионов долларов. Не потому что да Винчи завещал, я завещаю, что она стоит 100 чем-то миллионов долларов. Только когда за ваш предмет, за вашу машину, ваши поношенные трусы, вашу жувачку, неважно что, готовы предложить 1600 коробок или 8 тысяч, только тогда ее цена и будет 1600 коробок. А если вы просто озвучили цену 1600 коробок, это не значит, что настолько стоит. Вы можете озвучить любую цену для своей фринты, для всего чего угодно, хоть для своих кассетов десятых, да? Озвучьте цену в 5 миллионов коробок. Ну, сначала найдите, кто ее купит, потому что я тоже, говорю, могу взять свой, например, сет льда четвертый и сказать, а вот он стоит 25 тысяч коробок. Мне не волнует, он стоит 25 тысяч коробок. Я оцениваю его столько. Но если никто не готов заплатить за него 25 тысяч коробок, то грош цена вашему сету льда плюс 4. То же самое, если никто не готов был купить за 1600 коробок, то оценивайте во сколько вам угодно. Опять же, какой игрок это оценивает? Это оценивает стример, который на чужом персонаже сидел, или игрок, который вложил денег в этого персонажа. Вот что мне интересно. Так вот, вечером, 5 декабря 2016 года, в Ленинграде, в СССР, стример МакФир, опять же, не владелец персонажа, Тони Спейс В2, а стример МакФир в прямом эфире попытался защитить от жереля фринты с 4 на 5. Слушайте, я не знаю, только при условии, что Тони очень богатый чувак, только при условии, что... Блин, как сделан сайт нелепо, я хочу выделить вот эту надпись, я выделяю ссылку. Попытался только при условии, что Тони вообще забил на игру. Мне кажется, чел просто забил на игру. Просто сказал, точи, там богатый чел какой-то сидит. То есть, я не осуждаю поступок, наверное, богача, но в целом идея заточить шансом 20% и так очень крутую дорогую вещь, мне кажется, не близкой. Потому что я бы, ну, не мог себе позволить, я не щук, я бы не мог бы себе позволить фринту, наверное, и на 2 заточить. А заточить фринту, с одной стороны, это круто, потому что можно было бы войти в историю как первый эпик на ру-офе, который заточен на 5. С другой стороны, я вижу, что стример до сих пор там драйверит персонажа, может быть, ему уже подарили его. И с 4 фринтой он бы смог вносить нереально много импакта, нежели с какой там сейчас у него есть. Только если у него есть и так 4 еще одна фотография. В общем, я этого не понимаю. Многие люди фейлились из-за этого. Возможно, сам Тони тоже пофейлился и отдал просто Макфиру поиграть этого персонажа. Я знаю, вот у нас, например, блин, я забыл ник чувака, который ПТ или ПФ, не помню. В общем, Дестер, который венец с 9 на 10 очнул и ушел с игры. То есть, ну, такое, как бы, наверное, было бы более полезно, если бы ты тоже кому-то подарил персонажа с 9 венцом. Он бы бегал, радовал людей, ты бы просто как-то свой ник оставил бы в истории. Потому что, ну, понимаете, есть люди, которые идут до конца, и это не всегда оправдано. Это как вот... Которые не могут как будто бы остановиться. Ты сидишь в Лас-Вегасе, ты выиграл уже себе 20 миллионов долларов, и тебе говорят, давай монетку подкинем, ты выиграешь либо 20 миллионов долларов. Даже не так. 20% это не монетка. Это 5 монеток, где нужно выиграть там 4 из 5, да? В 4 монетки ты должен выиграть, 5-е можешь проиграть. Ну, это, опять же, моя логика, моя математика 2-го класса. И тебе говорят, вот у тебя есть 20 миллионов, давай просто в твоем случае есть оцененный тобой в 1600 коробок. Давай ты вот 20% шанс, мы тебе подкидываем 5 монеток. Если 4 из них попадутся, как ты сказал, а 5-ой нет, ну, это не важно, то мы тебе даем еще 20 миллионов. Ну, камон, это слишком маленький шанс, слишком риск неоправдан. И здесь то, что дает 5-ая фринта, он неоправдан. 5-ая фринта дает, ну, не настолько больше, чтобы рисковать с 4-ой фринтой. Только если ты хотел войти в историю линейджа, ты в нее не вошел. Сейчас ты вошел в историю линейджа как, наверное, лузер. Ну, без обид, но лузер, типа, который попытался, вы можете сказать, да, лучше попытаться и не добиться ничего. По мне, так лучше иметь ламбу под окном, чем попытку сделать космический корабль. Ну, по мне, так лучше живой, как говорится, лучше кто там, птица в руках, чем журавль в небе, воробей в руках, я не знаю, я могу переделать. Лучше птенец в руках, чем дохлая гулька под кроватью, понимаете? Так вот, в нашем случае это дохлая гулька под кроватью. Это последняя новость была, сейчас вам еще одну покажу, предпоследняя. В общем, ну, я бы так не делал. По мне, так это, ну, просто роскошь и глупость. Но люди, у которых есть все, действительно, мне не понять логику людей, у которых есть все, которые живут на широкую ногу, мне просто не понять, потому что у меня мишленское, нищенское мышление. Конечно, если бы у меня было, что в переводе на рубли составляет 1,6 миллиона. Окей, ну, да, в переводе на рубли составляет 1,6 миллиона, но кто готов дать 1,6 миллиона за 4-й пряду, покажите мне этого чувака. Так вот, мне не понять это. Следующая новость, последняя, талисман Байума. Невероятная новость, я поздравляю, фантастическое с этим достижением, это круто. На сервере Эмеральд игроку подняг фантастическое удалось получить талисман Байума с ивента букв всего лишь с 10 набранных слов. Я уже открыл более 500 слов, ничего не упало крутого, кроме двух блесок. Здесь просто я просто до слез рад. Вот это белой завистью завидую. Когда с бесплатного ивента кому-то что-то падает, я завидую белой завистью. Потому что бесплатные ивенты, мы знаем какие они. Талисман Байума был прон за 29 коробок. Так вот, игрок рассказал, что на следующее утро после добавления ивента 3 главных слова накопилось приблизительно по 10 сочетаний букв, где из слова линейдж 2 удалось заполучить талисман Байума. Самое ценное вознаграждение из данного словосочетания. Это просто охеренно. Я поздравляю фантастическое, это действительно крутое достижение. Мне кажется, ну вот это имба, здесь начинаешь верить бесплатные ивенты. Видите, даже люди поставили 4 звезды на эту новость, тогда как на остальные новости я не знаю, 2-3 звезды поставили, например. То есть, ну, видите, вы можете обижаться, что я... Ну, я... Видите, мнение людей по простых работяг со мной как-то солидарны. Я не очень был доволен, ну, то, что они точнули, и люди тоже не особо-то довольны. Но, опять же, ты тело делайте, что хотите. Хоть вообще сломайте все. Ну, это как-то несерьезно, наверное. Просто, наверное, я уже перерос этот возраст, да, в линейджи, когда ты ломаешь все вещи на максимум. 2,6 я не понимаю, почему дали 2,6. Типа, ну, челу повезло. То есть, иногда мне непонятие оценки 3,0, но это какие-то завистники. Типа, то, что он назначил на 16, я считаю, это вообще имба. Я бы ему дал за это... А где это? Где это новости-то? Плюс 11 оружия игрок, а вот дальше на плюс 16. То есть, здесь можно новости почитать. Я обычно их отсюда беру и просто там зачитываю. 5,0. Вот это реально имба. То есть, здесь есть у чувака суперрат, и люди тоже рады. Поздравляем, продала в итоге этого талисман боюма. И напоминаю вам о двух вещах. Первая моя реферальная ссылочка. Не поленитесь ей воспользоваться. Это очень сильно поможет каналу. И мне в этом месяце нам увеличили людям, которые делают контент, вознаграждение за рефералов. Поэтому люди, ну, как в этом месяце, я вас не буду просить никогда. Скорее всего. Не буду опять же зарекаться. Потому что такое первый раз за год. И, ну, давайте просто поможем каналу порегать людей, друзей, привлеките родителей. Пускай они играют в эту замечательную бесплатную игру. И второе, это не забывайте про конкурс на промокоды. Розыгрыш промокодов. Оставить вашу ссылочку на ваши социальные сети ВКонтакте, Фейсбук или Дискорд в описании под видео. Именно ссылочку, пожалуйста. Подписаться на канал и поставить лайк под это видео. Все. Очень легко. Промокодов там много. Мне понадобится два видео, чтобы их разыграть. В конце следующего и каждого следят по следующему видео, где будет розыгрыш. Будут результаты розыгрыша. Всем удачи, хорошего настроения. Давайте, ребят, крепитесь, держитесь. Все будет у вас хорошо. Не точите френтун опять, если она у вас будет, да. И не болейте ничем вообще. Всем удачи, хорошего настроения. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok